Всем привет, дорогие мои друзья! Хорошего вам настроения! С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, забираем подарочки от друзей, ну и заодно сразу же отправим им. Так, получаем, ребята. Все подарки получены. Очень даже хорошо, но, как видите, мы не накопили с вами 50 тысяч, поэтому делаем подарки всем. И еще раз забираем. Эть, ну, давай, 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 ну, есть, ребята! Оу! Все отлично у нас получилось. И сундук, друзья, что нам дает? 60 карточек босса, 1000 голды и 25 гемов. Слушайте, это вообще шикарно, ребята. Так, чтобы следующий получить, нам нужно будет 60 СП. Ну, в принципе, нормуль. Так, сколько у нас? 8000 маловато у нас денег. Что у нас там по армии? Давайте глянем. Что это у нас такое? Так, ах, да, ребята, давайте призывать. Это у меня новый юнит открылся, поэтому будем его разблокировать. Это называется хищнец. Хищнец, е-мое, эпический захватчик воин. Разблокировать, конечно, ребята. Вау, я его даже могу развить маленько. До двух звезд. Слушайте, это не тот ли самый попрыгун, а? Смотрите, у него регенерация 10% идет. Это эпический у нас боец. Так, раскачивать. Ну, вряд ли я его, конечно, смогу раскачать. По максималке. Вот и все, что я сделал, ребят. Да. Не густо, не густо, но, тем не менее, хорошо. Когда открываются у нас новые какие-то, ребята, монстры или карты, это замечательно. Смотрите, и еще буквально сколько тут? 34 карточки, и у нас будет третья звезда на этом боссе. Замечательно. Так, что у нас... О, а это что такое, ребята? Что это такое? Драгоценный камень. Драгоценный камень. И двойной или ничего? Не, ребят. Этим я сейчас заниматься не буду. Кстати, такого раньше не было. Это вот сейчас, недавно появилось. Так, смотрим, что у нас в магазине. Редкая подданная башня. И мы получаем с вами карточку. Хорошо. Так, бесплатно забираем здесь. И, по-моему, все, да, ребята? Да, больше здесь нам делать нечего. Забираем реворды. Так, выбираем отряд, опять же, на раскачку. Здесь то же самое. Давай, иди качаться. Так, что же у нас еще? Сокровища квеста, ребята. Что у нас по квестам? Пока еще ничего не сделано. Так, арена. Давайте... Ага. Деревянный ящик мы с вами получаем. И смотрим. 15 толкателей. Да нет, ребята. Здесь у нас не 15 толкателей. У нас здесь 12 цапель. 8 вот этого пришельца. Не помню, как звать. И 13 карточек черепахи. Плюс 5500 голды. Какой, блин, поиск противника? Погоди, погоди. Ох ты. Ну, неужели ребята стали мне давать уже нормальный уровень? Ну, как нормальный? Был 13-й, 12-й, 10-й. Какой милый мальчик с маленьким ребенком. Даже неохота нападать на него. Не буду я, ребят, пока. Незачем это мне. Так, что у меня здесь? Неужели кого-то я могу... Еее! Давай, давай, родная черепашка! Давай, 3 звезды, роднуля моя! Ух! Красота! Правда, ребята, я не играю ей. Пока. Непредсказуемое оружие. 10%. Кстати, она у меня тоже не прокачанная получается. Да, вообще никакая, ребят. Получить золото? Нет, пока не надо мне никакого золота. Ну, что же, 12-го уровня она всего лишь. Так, ну, а мы с вами, я думаю, ребята, сейчас отправимся в бой на основную сюжетную линию. Так, и что же у нас здесь такое, ребята? Оу, нежить, нежить, ребята. Так, значит, летающая мышь плюс некромант и плюс франки. Я думаю, что с ними вот эти вот, ребяточки, должны, в принципе, как-то справиться. Лучницу возьмем для того, чтобы уничтожать летучую мышь. Некромант. Ну, против него, конечно, тут практически ничто из наших вот карт не повлияет. Ну, а франки будем бомбить вот нашими с вами боевыми жабами или тем же самым танком. Ну, на худой конец вызовем богиню света. Ладно, ребята, давайте поехали с вами в бой. Чем будем, как говорится, на пустом месте прыгать, скакать? Лучше все это делать сразу же, как говорится, воочию, вживую. И нечего тут раздумывать и рассусоливать. Так, ну что? Наверное, я вот не знаю, кого он сейчас будет высылать, но... Ладно, я рискую, ребята, рискую на манну. Короче, все, так, пошел франки, я вызываю боевую жабу. Я боюсь, что сейчас полетит летучая мышь, поэтому мне нужно приготовить, наверное, лучницу. На всякий случай, посмотрим, как оно все это дело произойдет. Так, замечательно, здесь порвали мы этого франкенштейна. Думаю, в дальнейшем тоже никаких проблем не будет. Вот и некромант, ребята, вышел. Так, некромант, гад, как вы знаете, издалека, он как лучник. Бомбит тоже на расстоянии, причем довольно нехило, как мы видим, бомбит. Так, а вот и летучая мышь появилась. Она, как мы помним, плюется кислотой, наносит урон, причем довольно солидный. Так, некромант, ты достал на самом деле. Мелкий гад, а такой мощный. Так, давай-ка мы эту мышку сейчас... Эй, лучники, давайте бомбите летающую мышь, она же бомбит мне потихоньку. Ай, пока вы там созреете. Ну, вот, вот уже другой разговор, ребята. Есть, уничтожили. Ну, я суперудар пока не буду использовать, он нам пригодится. А вот свою богиню света я, пожалуй, вызову. Ну, и что, ребят, я думаю, что здесь, в принципе, да, все, победа за нами. Чистая была победа, очень легкая, очень хорошая. Мне такие нравятся всегда. И мы с вами переходим уже раз, два, три. Это четвертый у нас поединок, предпоследний. И здесь... Ого, ого, ребята, вы нифига... Я не видел, ребята, некроманта вот до такой раскачки. Ха-ха, это уже даже не некромант, а некроманша. И смотрите, что она делает. Она призывает быстрых пираний-скелетов. О-оу. Плюс еще здесь дается вот призрак. Черт побери. А он, по-моему, если не ошибаюсь, проходит сквозь всех бойцов. Ладно. Попробуем. 38-й уровень все-таки уже сложновато будет. Плюс такие вот у него продвинутые карты. Так, квест завершен. Тактика, это, конечно, хорошо. Но сейчас мне... В данный момент не до этого я сосредоточен полностью. Блин, некромант и так был жестоким. А сейчас он вызывает каких-то там скелетов. Я не знаю, пираний причем. Кто-нибудь такие, даже ума не приложу. Вот, смотрите. Идет, идет, идет. О, его... А вот он, вот он привидение. Что же оно делает? Ах, все, ребята, вспомнил я. Вспомнил я этого некроманта. Очень будет тяжело. Он, да, вот этих вот зомбариков будет постоянно вызывать. Надо вот так вот делать, ребята. Пока, как говорится, блин, не поздно. А я боюсь, что поздно. Нет. Летающую мышь мы подбили с вами. Это хорошо. Карточка Франклинштейна. Вы посмотрите только, что происходит, ребята. Вы только посмотрите. Очень будет сложно. Причем здесь летающие мыши и вот эта вот некроманша. Конечно, своими колобками этими зомбарями. Она меня достанет. Она одолеет просто-напросто. Мне нужно как можно быстрее попытаться, ребята. Я не знаю, что из этого получится, но попытаться вызвать богиню света. Да, очень вовремя я заметил, ребята, что очень мало места осталось у меня на жестком диске. У меня отключилась автоматическая запись. Хорошо, что увидел, короче, ребята. Так что продолжаем, продолжаем. А, нанесли все-таки урон в замку, да. Победа не будет у нас чистой. Ну, ладно, пускай победа не будет чистой. Зато, по крайней мере, мы, ребята, с вами нормально посмотрим, как у нас тут вообще все дело произойдет. Блин, вы посмотрите, они довольно сильные, ребята. Я хотел богиню света призвать. Попытаюсь сейчас. Ах, не хватает, ребята, не хватает у меня энергии. Хорошо, ладно. Да убейте вы эту, блин, некроманшу хренову, а. Достала она уже тут на самом деле. Блин, что она такая мощная, что ли? Я не могу понять. Давай, 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 богиня света, ты мне нужна как никогда. Сейчас именно, сейчас. Есть! Я ее призвал, ребята. Я успел. Ну, 6 секунд осталось, значит, еще один бонус мы с вами минусуем. Да, остается просто лишь засчитать выигрыш, наверное, в этом раунде нам. Ай-яй-яй. Печалька, печалька, ребята. Фу. Ну, на самом деле, просто я отвлекся на подключение, переключение. Успел нажать на паузу, все здесь дело настроить. Ну, все, ладно, хорошо. Мы прошли с вами этот уровень. И у нас следующий. И кто здесь? Оу, а здесь, как говорится, лучший и пожелать нельзя. Да, ребята, будет еще та заварушка. Поехали в бой. Надеюсь, у нас все здесь получится на изи. Хотя, вряд ли, ребята. Одна некроманша, эта чертова, будет нам сейчас так компосировать мозги. Причем, она стоит сзади и выпускает вот этих вот своих зомбарей-пираний. Такой довольно специфический класс. И в то же время очень мощный. Так, выходит у нас Франкенштейн. Я пока терплю. Вот, вот с мышью уже, к сожалению, терпеть не могу. Мне придется вызывать лучника. Да, вот так вот лучника. Сейчас она будет... Ай, мышь эта поганая. Так, хорошо. Не пасуем, ребята, не пасуем. Блин, как же они... Давай вот так сделаем. Давай, давай, давай. Отлично. Здесь мы вроде прожали. Вот, начинает сейчас, ребята, выпускать своих вот этих вот чертовых колобков, блин. По-другому их не назвать. Ведь так, так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, не падай. Отлично. Лучник мой выжил. Давайте я еще одного лучника вызову. Как говорится, для подкрепления. Смотрите-ка, а здесь и такой некромант, и такой. То есть два. А по-моему, это даже... Это даже не вот этот, ребята. Это совсем другой. Вот что, я попутал. Я-то думал, что некра это вот этот вот. Нифига подобного. Ты смотри, кого он уже вызвал. Ну, я тоже вызвал свою богиню света. Так что... Кто кого, как говорится, ребят. Ну, пока он тут рулит, естественно. Сейчас моя богиня света начнет сжарить. И тогда мы посмотрим. На... За кем, правда. Естественно, ребята, за мной. Дайте карточку возьму. Вот теперь-то мы будем веселиться. Давай, богиня света, сжарик всех. Разрушитель. Квест завершен. Отлично. Может быть, я еще успею даже забомбить в установленное время базу. И тогда будет вообще шик и блеск, ребята. Будет просто шикарно. Попробуем, постараемся. Так, база горит. Мы ее бомбим по черноку, ребята. И... Ну, давай, это Франкер отмешает. За тут еще. Давай, давай, давай. Есть. Ребята, просто офигенно получилось вот в данный момент пройти этот уровень. Просто обалденно. Я даже сам не ожидал, если честно. Но, еще раз смотрю, мне понравилось. Очень круто было сейчас сделано. И нам достается сундук нежити. Давайте смотреть, что нам из него достанется. Так, 10 карточек оборотней, 7 карточек базы и 8 карточек вот этой вот ведьмы. По-моему, вот эта вот ведьма потом трансформируется вот в ту. Хотя я могу и ошибаться. Ладно, ребята. Песарь у меня, естественно, отправляется первый в бой. Потом я, наверное, вызову сейчас Франкенштейна. Что-то странное никого не вызывает. Летающих там, по-моему, не было. Так что давайте вот так пилораму мою вызовем. И да, ребят, сейчас мы должны закромсать. Так, погоди. Я уже забыл, что вот он тот Лашпен делает. Да, в принципе, это уже и не важно. Чем будем тут еще смотреть, да? Испытывать судьбу, когда надо просто брать и разрушать. Да, ребята? Мы выиграли здесь. Опять же, поздравляю нас. И продвигаемся с вами дальше. Как известно, тут будет все у нас по усложнению идти. Так, здесь. Ага. Вот это уже, ребят, серьезный противник. Потому что он перепрыгивает. Да ведь? Это же он. По-моему, он. И, естественно, когда он перепрыгивает через моих юнитов, он может уничтожить... Ну, не уничтожить. По крайней мере, покромсать неплохо нашу базу. Поэтому нам нужно как-то сделать с вами хитро. Мы делали обычно как с вами? Вызывали Франкенштейна, да? Оу, а тут не успеть. Не успеть, ребята. Как... А, все, ребят. Все, я понял. Нам надо было вызывать рыцаря. Да, рыцаря. И потом уже пилораму. А не Франкенштейна. Зачем же я так сглупил-то, а? М-м-м. Ну и ладно, ребят. Ну, нанес урон. Ну, что ж поделаешь. А мы базу его вообще разнесли сейчас. Хе-хе-хе. Все, в хлам, как говорится, стерли ее. Ладно. Потом, ребят, конечно же, я попробую пройти это все... На сухую, чтобы все бонусы у нас были. Чтобы мы получили с вами дополнительные карты. И вот этот вот пришелец, который сейчас будет маленький, воришка. Он, конечно, здесь меня будет нервировать. Потому что он будет летать и похищать моих юнитов. И, как всегда, самых таких солидных. Давай-ка мы вот так попробуем. Сейчас, наверное, он его выпустит. А следом вызовет попрыгунчика, да? Ну, о чем я вам и говорю, ребят. Вот, смотрите. Похитил, гад. Почему-то это для меня даже неудивительно. Так, я не удивлюсь, если сейчас опять вызовет. Нет, не вызывает почему-то. Странно. Странно это как-то все. Давай еще тогда одну пилораму вызовем. Ну, вот. И вот так вот он будет сейчас их вызывать. Постепенно, постепенно. Ага. Этого надо сносить, ребята. Я не полковой. Я уничтожил, блин, летающий корабль, а. Ой, дурила. Так, хорошо. Здесь должны мы, ребят, справиться. Тем более, здесь у меня еще идет паладин. Давайте вызовем. Ай, Франки похитил. Гад ты эдакий. Чтоб тебя разнесло на куски маленькие. Так, давайте возьмем манны себе. Так, ага. Вот это чувак, короче, с пушкой. А, он оглушение делает всем. Вы посмотрите. Да хорош похищать-то уже. Отвали ты, блин, отсюда. Летает он тут. Опять я по нему попал. Да е-мое. Хотел фаербол, чтобы здесь он звездолол хорошенько. А в этого пришельца мелкого попадаю. Я что-то не понял. Ребята, посмотрите, как они разбирают. Что-то довольно круто. Лихо. Эй-ей-ей-ей. Этот все время ворует. Гаденыш. Давай-ка мы вот так вот заморозку сделаем. На кого сделал заморозку? Никого нету, блин. Ну. Уничтожаем базу. Есть. Да, ребята. Отлично. Хорошо. Ну что, энергии, по-моему, пока еще у нас хватает. Поэтому будем проходить. Ах, вот еще, да. Что-то я уже размечтался. Думал, уже последний бой. Ага, конечно. Дудки. Еще два боя, ребят. Ну-ка, сейчас посмотрим, что у нас тут. Так, расстояние, в принципе, приличное. Сейчас будут стопудово бежать вот эти прыгунки. Я больше чем уверен. Поэтому мне нужно делать вот так вот. Я выпускаю, короче, мечника. И следом я, наверное, вызову пилораму. Хотя он никого не вызывает еще. Давай тогда франки вызовем. Странно, ребят. Какой-то затишник. Мне не нравится. Ну вот. Он вызвал, короче, суперского танка. Которого проблематично, честно говоря. О, а это еще кто? Что он делает? Ага, вот этот вот хмырь ставит щиты. Ладно. Блин, вот эти попрыгунчики меня нервируют. Очень сильно нервируют. А этот щиты там выставляет, а? Ты посмотри. Ладно, карточка нам пригодится. Блин, да кто ж нас там оглушает? Неужели это спушка? У него, наверное, ребята, суперудар есть такой. Если он срабатывает, то на оглушение. Скорее всего, да, ребят. Именно так. Это все и работает. Давайте вызовем паладина. Паладин здесь тоже нам нужен. Вызываем еще меч. Давай-ка вот так вот. Опа. Разнесли там всех к ядре нефеней. Это хорошо. И начинаем бомбить потихонечку, ребята, уже базу. А нет, смотри-ка. Этот вылупился откуда. Ну давай, давай, давай. Пилорама здесь очень хорошо критует, ребята. Поэтому она быстренько сейчас... Ай! И тогда я вот так вот сделаю. Даже если мы сейчас не пробьем, то дедушка-скелет, так сказать, это все дело сделает. Все исправит. Ну что ты, что ты тут... Бум! Упал, ел-халки. Нет, мы сами добьем, ребята. Базу, да, добили. Отлично. Я нас поздравляю с этим. Да, жалко, конечно, что у нас, по-моему, закончилась энергия. И мы не сможем вот эту вот последнюю. Хотя так хочется пройти. Ох, здесь уже будет босс. Неужели никак нам нельзя это дело поправить? Гемов-то, по-моему, тоже у нас нету. Поэтому мы не сможем себе восстановить энергию давить. Но зато у нас выполнен квест. И причем не один даже. Так, хорошо. Что-нибудь новенького есть? Нету. Арена, арена. Блин, я могу поменять. Я должен же... Так, пропустить. 100. Ну, 100 голды можно себе позволить, ребят. Просто не хочу я этого мальчика обижать. Ну, честно говоря. Он милый такой с ребеночком сидит. А вот этого можно. Вот Серегу можно. Смотри, Серега буйвол. Тем более, наш отечественный парень. 14-го уровня. Серега, если ты это видишь, то тебе привет. В бой. 20... Да ладно, ребята. Можно раз в жизни я вам ее 25 гемов-то потратить? Честно заработанных причем. Я даже сделаю вот так вот. Буду играть именно вот этим отрядом. Так что, Сережка, не обессудь. Не обессудь. Все нормуль. Ничего против тебя не имею. Но это лучше, чем обижать того мальчика, который был с ребенком. Так, ладно, ребята. Хорош. Прикал сошутить. Сейчас мы будем вот так вот делать. Собака побежала моя хромовая. Хромовик. Блин. Смотри-ка. Вот что меня и удивляет. Джаба, да? 13 уровня. Собака. По-моему, 25 уровня. И он все равно наносит ущерб. Оу. За цапельку спасибо. Большой цапель. Он мне пригодится. Вообще, карточки любые, которые тут только выпадают, всегда нам нужны. Все. Базу мы подбили. Ребята, поздравляю. Давайте глянем, кто нам будет доступен следующий. Если какой-нибудь такой, то, естественно, мы, ребята, будем... Кстати, подожди-ка секунду. У нас здесь все прокачаны? Здесь прокачаны все. Отлично. Давайте вот здесь мы с вами повысим герцога моего. Вот, на один уровень, да? Также, так, пес храма у нас полностью прокачан. Базу. Давайте базу, наверное, еще. Так, на два разика всего лишь-то и хватило. Не особо мощно. Так, ну что ж, давайте посмотрим, кто у нас тут будет следующий противник. Эйрон. Слушай, ты Эйрона тоже, я думаю, можно вполне заколбасить. 14 уровня. Отлично. Давайте, поехали, ребята, в бой. Я вот у этих ребят сожгу энергию на арене. А теми мы с вами пойдем дальше продолжать основную сюжетную линию проходить. Так, что? Кто такой Эйрон? Ну, естественно, ребята, это не он играет. Это играет бот за него. Это, чтобы вам было известно. Ха-ха-ха-ха-ха. Побежал. Побежал, испугался, блин. Так, ладно. Здесь, опять же, никаких проблем не будет, ребята. Мы пройдем на изи. Так, это все я собираю. Я вот, для чего здесь хорошо, ребята, что могут выпасть карточки. В принципе, только ради этого я и играю, прохожу здесь. Так бы даже и время не тратил. Но ничего нам не досталось. Базу разбомбили в пух и прах буквально, буквально моментально. Вот так вот мы скажем. Я могу даже еще один уровень поднять своей базе. Все. И поехали еще дальше на арену. Сейчас посмотрим, кто нам достанется в этот раз. Николай, Колька, Колька. Ну что, Колька, сидишь, что-то знакомая такая местность. В общем, не важно, ребята. У него 15 уровень. Погнали быстренько дальше с ним воевать. Ух, Калюнька сидел там на побережье какого-то там. Непонятно чего. А теперь будешь от Рея. От Реевских, как говорится, юнитов. Из визюлей получать. Ну что же, погнали. Опа. Слушайте, а почему у него 15 уровень, а юниты совсем не прокачаны? Он, наверное, просто забросил игру давным-давно. Хотя, я не знаю, выставляет ли таких ребят на арену, которые давным-давно не играют. Странно. В общем, паладин у него есть, и это уже хорошо. Не такой уж он и салага. Так, давай расстреливаем здесь. Отлично. Ну что, базу осталось лишь просто пару раз пнуть, и она развалится. Она ладом дышит, она, короче. Ну, да, ребята. Вот, в принципе, и все. Ну что, по-моему, у нас с вами остается там последняя энергия. Есть, я, конечно, чего-то не путаю. Мы сейчас с вами посмотрим это дело. Так, противник найден. Нет, ребята, еще две энергии, и у нас тут Крейг. А кто такой Крейг? 14 уровень. Ой, это дети. Нет, против детей, ребят, я не буду воевать. Вы уж не обессудьте. Может быть, для кого-то глупо это смотрится. Ну, так, ну здесь тот. Давай вот предположим, что вот это вот тот. Не дети, а вот этот. Все. 16 уровень, ребята. У него и бойцы, и он сам. Так что поехали. Так, давай сюда будем. Начнем с энергии, как обычно. Так, что это за башенка? Я уже забыл. Это, по-моему, некроманты, да, здесь у нас? Ну, я имею в виду нежить, в плане того. Или же нет? Так, подожди. А, ну, хотел сказать, почему из домика некромантов вышел Эппл-1. А какая разница, да? Какая база? Это не имеет значения. Главное, кого ты набрал себе в компанию. Каких юнитов. Тихо ты. О, 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 и побежал, и побежал. Ты посмотри-ка. Фига он там наяривает. Сильно, сильно. Что это такое? Что это там значит? Тараканы полезли. Но не спасло, не спасло, ребята, им ничего. Мы забомбили его. Базу. Так. О, ежедневное испытание. Ребята, очередное какое-то новенькое. Давайте глянем. Нет, подожди, секунду. Давайте мы вот здесь все-таки... Да какой бой, елки-палки. Арена. Просто сколько раз я уже замечал, нас могут выкинуть оттуда. Я вот нажимаю, когда начинаю составлять команду. Подожди, я даже не посмотрел, кто против меня. Е-мое, вот это спешка. Ладно. Давай тогда по-быстренькому расправимся здесь. Так, песик побежал, храмовый. Тут Франкенштейн довольно простой, непрокачанный. Даже сразу испугался и убежал от нас. И в этот момент моя собака его со спины бомбит. Я еще одну псину вызову. Так, тут гранатометчик летающий. Далеко не улетел он. Рыцарь тоже здесь пал. И, в принципе, все, ребята, остается лишь разбомбить базу. Ну, согласитесь, здесь легко. Все это под силу моим юнитам. Так. И... Не добили. Не добили. Чуть-чуть совсем не добили. Ребят, давайте. Храмовый пес должен это сделать дело. Он должен добежать и просто... Рыкнуть и все. Есть. Да, ребята. Так, хорошо. В общем, грубо говоря, с ареной мы пока закончим. Давайте посмотрим ежедневные испытания. Так. Нам могут выпасть вот такие вот карты, ребята. Погнали. Нет, подожди. Не эти карты. Нам вот награды, кто выпадает. А вот это что такое? Антихудпак. Ладно, не имеет значения, короче. Давайте выбираем. Воу. Да ладно. 39, 39, 39 уровень. Короче, ребят, я не знаю, в чем проблема. Пять раз пробовал затей. Пять раз меня выкидывало. В общем, ежедневные испытания именно на Ноксе мне не удается пройти. Но на Блюстакс я в данный момент переходить не хочу. Там-то, я знаю, 100% все прокатит. И мы сможем пройти. Ладно, не будем мы пока с вами ежедневные испытания проходить. Но мы можем с вами проходить, естественно, основную сюжетную линию. Поэтому вот этот уровень нам нужно с вами попытаться затащить. Ух. Так. Кого бы нам взять? Какой бы лучшей командой пойти? Слушайте, я думаю, что, наверное, вот эта вот команда более перспективная. Вы так не считаете? Хотя вот этот пришелец будет воровать. И воровать моих юнитов. Тогда нам лучше вот эту, скорее всего, взять. Ладно, попробуем вначале вот... Погоди-ка, а что? Ах! Вот оно что! Почему у них энергии нету, ребят? Я не понял. Я же вроде бы как всем восстановил. Или нет? Хм! Странно, здесь нет энергии вообще. Ладно, ребята. Тогда поехали этой командой. Но этой командой вряд ли мы, конечно, сможем справиться. Потому что пришелец будет прилетать, воровать у меня самых сильных юнитов. И причем самых дорогих. А я не настолько богат, чтобы, как говорится, раскидываться и раздаривать всем своих далеко не дешевых юнитов. Ладно, пойдем, наверное, с самурая начнем. А тут не забываем, еще есть попрыгун этот чертов. Вот, вот, смотрите. Вот, начинает сейчас самурая похитит. Тинь! Так, вот этот говнюк. Ладно, хорошо. Нам нужна энергия, ребята. Эта энергия нужна для того, чтобы мы могли с вами... Вот, смотрите, он все-таки глушит, гад. Так, 350. Давай, вот, вот. Вот это уже хорошо. Так. Идите сюда. Блин, сейчас похитит, ребята. Нет? У жабы сопр... Так, смотри, что делать. Смотри, что творит. Опа. Ах, да. У него уже, ребята, он похищает и против нас же выставляет. Черт бы его побрал. Ладно, хорошо. Давай еще энергию возьмем. Так, здесь этот щиты вешает. Пробьем, пробилим. Должны пробить, ребята. Только не надо похищать. И выстрел, блин. Он сейчас выплюнет, ребята, наверное, самому мощному. Нет. Вообще не стал ничего делать. Просто похитил и все. И как будто так и надо. Давай еще одного танка вызовем. Ах, тут уже босс вышел. Ё-моё, я тут сижу, тут растусолю. Ребята. Оу, щит. Босс вышел. Как же это я так не увидел-то? Давай тогда свою тоже богиню света вызывать, ребят. Ну, она вряд ли здесь справится. Тут два щитовика. Два щитовика. Плюс этот пришелец. Черт бы его побрал, а. Что такое? Он в стан вгоняет. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Будет больно, ребят. А я вот так попробую. Была, как говорится, не была. И еще вот этот вот ураганчик, который нам, нам сыграл на руку. Он, ребят. Давай-давай, попробуем, попробуем прожать вот этого босяра. Ну, давай-давай, жги-жги. Есть. Молодец. Ты красава, моя богиня света. Умница. Мы все-таки победили босса его. Так. Я надеюсь, в ближайшее время мы его не увидим. Хотя, ребят, не факт. Он может опять успеть его вызвать. Своего вот этого вот босса, который делает стан, как мы видели только что. Ну, а я буду пока вот так вот энергию копить, ребята. Жарим, жарим. Тут, смотри. Ну, кто-нибудь выйдет? Ах, придется использовать, ребята. Чтоб не прогорело, как говорится, зря. Я имею в виду ураганчик это. Так. Ну что? Базу, базу, ребята. Хромсаем. И, скорее всего, здесь... Да. Вот она. Вот она победа долгожданная, ребята. Отлично. Согласитесь, было очень круто сыграно. И мы прошли здесь. Она отлично. То есть, вот тут вот только мы подхромали немножко. Но, тем не менее, сундучок у нас будет в кармане. Сундук захватчика. И давайте смотреть, что нам достанется здесь. Так. 9 карточек босса, 8 карточек базы и почти 5000 голды. Ух. Так. Энергия пока еще есть, ребята. Поэтому мы пройдем с вами дальше. Здесь у нас уже рыцарские времена. Значит, здесь будут у нас все юниты рыцари. То есть, здесь же будет и паладин, скорее всего. Наверное, уже в следующий раз. Также не забываем, что здесь будет гендальф. Маг этот. Ну, ладно. Так. Вышел рыцарь. Хорошо. Против моего самурая. Как он? Оу. А вот этот вот сабельщик. Это плохо, ребята. Вот сабельщик. Эй, жаба боевая. Выходи. Сабельщик. Это тоже самое, ребята. Ассасин, грубо говоря. Так. Давай, самураи. Выходи. Да что ж такое? Ты посмотри. Их тут... Что-то их как-то тут, блин, больно много. Ой. Вот это я зря. Зря, конечно, сделал. Зачем? Не надо было так делать. Давай вот так вот. И самурай. Мне нужен вот этот вот. Давай, 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 давай. Танкуля, выходи. Отлично. Все, ребята. Ну, на какое-то время я, грубо говоря, себя обезопасил. Теперь можно вызывать уже других юнитов спокойно. Я знаю, что этот танкуля выдержит. Ну, по крайней мере, в ближайшее время он будет держать натиск. Причем без проблем для нас. В то время, как мои будут потихоньку развиваться и уже ему помогать. Конечно, в идеале лучше бы два таких. Но, как видите, еще идет откат. Он довольно долго откатывается у нас. До следующего своего появления. Вот. Все, тут заморозка у нас сработала. Короче, я думаю, что базу мы сейчас просто здесь напросто раскромсаем. Да, а что мы радуемся-то? Это что-то первый уровень. И, согласитесь, первый уровень и уже довольно сложно было. Мне пришлось здесь немножко понервничать. Все, базу мы разбомбили. Ладно. Чем дальше в лес, тем страшнее, как говорится. И у нас второй уровень, ребята, открывается. А сейчас мы посмотрим, кто здесь будет доступен. Нет, здесь доступна, ребята, копейщица. И сороковый уровень. Оу. С каждым разом все сильнее и сильнее. У нас юниты против нас, вражеские. И нам приходится как-то выживать здесь. В этом суровом тяжелом мире ничего не поделаешь. Да, считай, на два уровня он выше нас. А что поделаешь? Придется как-то справляться, хитрить. Так, ясно, вышел. Давай мы вызовем боевую жабу. Сразу же выходит мечник. Блин, это не есть хорошо. Это очень, я бы даже сказал, нехорошо. Плюс у него не... Ой, копейщица вышло. Сейчас будет прям целый ряд кромсать. Да-да-да, она всех пробивает, ребят. О, карточка мечника. Так, ну, на худой конец, ребята, есть энергия у меня. Если будет уж так туго, придется, ребята, ей воспользоваться. Так, боевая жаба, выходи. О, лучница моя хорошо бомбит. Жгет их там. Надо, наверное, вторую вызывать. Что-то как-то одной маловато, мне кажется. Давайте вот так, две будут. Здесь, по-моему, никаких летунов нету. Так что, я думаю, что без проблем. Давайте вот так вот сделаем. Достали. На самом деле тут появляются и появляются, появляются и появляются. Вот как раз у нас и танкуля готов. Все, танк вышел. Так, ускоряемся. Разбомбили. Отлично. Все, мы уже у базы, ребята. И начинаем потихоньку бомбить. По крайней мере, стараться. Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай. Чуть-чуть там осталось. Ну-ка, да поднапряглись. Да что ж вы. Ну ладно, в принципе, ребята. А куда им деваться, да, если впереди стоит противник? Конечно же, нужно его уничтожить. Только после этого мы можем наносить какой-то урон башне. Ну что же, третий уровень. Сейчас посмотрим, кто здесь. Здесь уже добавляется лучница. В принципе, тут 39-39 уровень. В принципе, почти на равных. Я думаю, что мы здесь справимся. Мы обязаны здесь справиться, ребята. Ух, напряженно. У нас еще энергия, ребята. Найдим бой, так что должны, должны выиграть как можно больше. Так, мне нужно, да, боевая жаба. Боевая жаба сейчас здесь даст люлей. Начальных... Оу! Ее в стан вогнали. Вот это плохо. Давай, самурай, выходи. Ай-яй-яй-яй-яй. Жабу, конечно, очень быстро здесь раскромсали. Ну, самураи, естественно, тоже быстро сейчас распишут. Плюс, естественно, ребята, выходит лучница. Есть! Хе, мощь империи получили с вами. Точнее, не получили, а выполнили задание. Анчивка. Так, ускоримся. Так-так-так-так-так-так. Отлично. На ускорении вообще обожаю играть. Вот и вышел мой супертанк. Я представляю, если, ребята, его прокачать до пяти звезд. Он, наверное, убер-пупер будет просто-напросто. Так, я еще вызову одну лучницу. Во! Как говорится, пошел процесс карточка. Еще одна карточка рыцаря нам выпадает. Отлично. Вот так мы сделаем. По-хитрому. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, все, ребят. Доходим до базы. Замораживаем. Нечего тут буянить. И-и-и-и-и. Все, начинаем кромсать, ребята, базу. Ну, давай-давай-давай. Без остановки, как говорится. Без устали. Ох ты, сколько карточек сегодня нам выпало, ребята, рыцаря. Вообще шикарно. Три, по-моему, за один бой. Или две. Ну, не важно. Много. Больше одной, это точно. Так, и мы с вами переходим на предпоследний бой. И у нас с вами, к сожалению, пока одна энергия. А вот это уже плохо. Да плюс еще сорокового уровня. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, ребята, мы помним, какой он жестокий в ближнем бою. Плюс он в инвизии, ребята. То есть он может проходить первого моего юнита. Черт подери. И что же мне тогда делать-то, а? Я знаю, что он будет лучников кромсать. Это однозначно. Причем в легкую. Вот он появился. Вот он идет. Так, мне нужно, ребята, вызывать боевую жабу. Давай. Боевая жаба сейчас его накумарит. Должна накумарить. Да, просто с удара, ребят, положили мы эту гадость, которая в инвизии ходит. Так, смотрите, здесь уже продвинутый копейщик. Ёп, парсоте. Мощный в шлеме, а точнее он прокачанный. Так, давай-давай-давай-давай этого воришку. Да как? Как это произошло? Ребят, я что-то не понял. Как он мог пройти? И причем копейщик тоже прошел. Неужели я его так притянул? Переборщил, так скажем. Странно. Хорошо, ладно, ребята. Мне нужно вот до богини света, ребят, дотянуть. Я попытаюсь сейчас ее призвать. Эх, не получится, ребята, тут этот бандит идет. Бандит идет, его нужно уничтожить. Да, мы уничтожили. И вот моя богиня света и заморозка. Заморозка сработала? Нет, не сработала, к сожалению. Ну, что? Что ты там, ворюга? Получил. Так, сабельщик сейчас тоже свой получит. И богиня света, ребята, рулит. Просто идем уже на его базу, будем бомбить. Посмотри, посмотри, посмотри. Типа мы его не видим, да? Втихаря захотел пройти. Нет, не тут-то было, ребят. Мы его раскусили, мы его распяли. Так, ну что, мы уже... О, еще карточка. Что-то нам сегодня на рыцарей везет. Просто-напросто. Давайте уничтожать уже, в конце концов, базу. Смотри-ка, ворюга здесь, да? Вот так мы сделаем. И я думаю, что да. Да, ребята, победа за нами. Вообще шикарно получилось. Круто. И, по-моему, есть я не ошибаюсь, ребята. Да. Блин, вы посмотрите, как мы классно с вами идем. Еще бы вот здесь. Вот сколько тут нужно? О, тут герцог Икторн у нас. С 40-го уровня. Плюс... Ну, в принципе, мы должны здесь справиться. Вот единственное, что мне не... А вот это вот прокачанная... Нет, это не прокачанная лучница. Но, тем не менее, она 40-го уровня. У нас, по-моему, вообще, ребята, нет энергии нигде и ни на ком. Ага, вот здесь есть. Может быть, кстати, попробовать пройти ими? Да? Давайте попробуем, ребята. У нас пока накопилась одна энергия. Чтобы пустую ее не прогорать, мы сейчас с вами заюзаем. Ну, выиграем. Будет хорошо. Проиграем. Мы, по крайней мере, постарались. Так. Здесь, конечно, по силе, ребята, эта командочка у меня проигрывает. Здесь не такие убер-хорошие юниты подобраны. Но, тем не менее, ребят, давайте. Вот рыцарь, вот лучник вышел. Так, посмотрим, что у нас здесь получится. Франки у меня здесь будет в роли танка. Причем танка довольно неплохого. Так, пилорама, давай выходи. Так, кого бы нам... Ё-моё, да что ж так много-то вас? Давай вот так вот сделаем. Опа, сразу же. Сразу же накрыли. Карточка лучницы. Замечательно, она мне пригодится. Так, я что-то чувствую, ребята, затишься. Здесь у него неспроста. Он, наверное, сейчас герцога вызовет. Вот чую я. Нет? Не вызывает пока, ребят. А я сейчас хочу попробовать вызвать скелета. Старого деда. Воу, да мы даже так справились. Фу, ребят, вообще изейше прошли мы с вами вот эту вот карту рыцарей. Я даже, честно говоря, не ожидал такого. И получаем сундук. Давайте посмотрим, что нам здесь достанется. Это даже не рыцари, а сундук подданных. Чем-то нас порадуешь. Так, 8 копейщиц, 9 икторна и 6 гемов нам достаются. И мы, естественно, переходим с вами на карту нежити. Ну, ребят, так как у нас с вами энергии нету. Гемов у меня тоже нету. О, а это последняя, ребята, карта. И потом мы с вами переходим уже в следующий портал. Но перед этим, я думаю, что вот здесь, наверное, мы с вами пройдем. Попытаемся зачистку сделать. И все, что ли, получается? Вот здесь вот надо будет еще сделать. Да, ребята. Короче, две миссии у нас проблемных. Ну, еще неизвестно, как мы здесь вот с вами пройдем. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Так что всем пока и удачи, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok